всем привет друзья мои в общем нас очень давно не было на ю тубе целый месяц сегодня я загружаю новое видео большой длительностью почти полтора часа вот и через два-три дня выйдет еще одно видео тоже чтобы маленечко нагнать нагнать дзен вот но вообще у нас ролики на дзен выходят через день очень часто кому интересно переходите ссылочку оставлю в описании на дзен на телеграм мы там находимся постоянно с ю туба я не ушла но все намного тяжелее и намного реже чем на дзене так что кому интересно переходите на дзен и специально для тех кого ну кто не может перейти на дзен кто за границей для остальных специально для тех кому интересна наша жизнь загружаю ролики на youtube ролики большие но у нас и не было долю долго так что обязательно поддержите хорошим комментариям лайком и приятного просмотра едем в доброцент с надеждой надежда привет всем всем привет посмотрим что там продают мясо не мясо в гости не гости я хочу ребра посмотреть рис рис у меня закончился всем не надо весы 399 тыщет но он кстати классный до бомбически если что он это может включить можно это не устойчиво миксер 700 рублей огонь огонь в общем приехали мы в магазин я такая лохматая я даже майку домашнюю не переодевала что нам еще нужно я вот такой порошок брала за 700 рублей до очень очень хороший объем шампуньки тут намного дешевле чем магнит косметики 229 рублей это бальзам 229 вот такой я брала да он еще не закончился 90 миллилитров я же накосячила над накосячил вообще жестко купила большой флакон понтина который за 1000 рублей такой прям большой с дозатором вот и это самое прихожу домой а это не шампунь это полоски куда мы столько купила три штуки и все положите куда мне столько было было да я не одна такая ой что-то там новое завезли слушай скатерки какие-то скатерки не буду себя показывать и лохматый как видно а нет это я уже смотрела я купила здесь катерки нормально мне нравится мне нравится смотри что в советские времена рюмочки были а ну да 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 я еще помню в этом клубе работала когда я в советские времена надя пешком под стол ходила такие прикольные да ничего очень не чаще стоимость а стоимость и бесплатно а вот они стоимость 200 400 набор 499 огонь нож я бомба пошли дальше нам надо в мясной зайти в мясной тоже вот видела под это что со всякими а кстати почему такие кружечку ничего симпотную знаешь я слушаю 99 рублей картинки какие-то нити а до этого я смотрела все хорошие ножи оба оба но восемьдесят девять это наверно за маленький до 299 это большой вода да да но это я всю жизнь у меня первый такой нож прям хаус такой сталь хорошая же бомба дать кастрюка 1909 как супер на кастрюка я тебе скажу мы идем в мясо да еще творим взяла и не риса надо ноги мне нравится рис вот этот вот я зауважал ларис очень вот собакам главное купила да я такой не люблю нет пилое я я не люблю пропаренный лапша у меня есть моего он скорее всего там вот эту колбасу я всегда беру поможет без шпика на 350 где-то палка на на уходит нашла мой его я бы тоже пожарил он только у меня дома никто его не ест 139 рублей да вообще недорого сельдь конечно мелковатая так ребенок попросил сок или коктейль молочный нам нечего делать молочный коктейль хоть молока и завались не на чем вернее есть из чего но не на чем вот коктейль попробовать вот такой вот я взять шоколадный на 80 рублей ты была такой ну значит попробуем ждите об обожает молочные коктейли давай выезжая тебе колбасу не надо моего моего такая очень мелкая ли я ее на шпажках жарю наде видела как сюда попользовались на место положено салфетки ты когда не была такую дешевую лапшу большими пачками несъедобно да ни разу нет нет как-то брала со светофорами не понравилось лестерная 249 получается 5 килограмм нет не будем рисковать нам нравится макфа баре и ваша бейкинский что же здоровая смотри 5 килограмм это чертова польская 4 рубля вот это вот будет нормально откуда ты знаешь рубля 5 килограмм ты почем владимир килограмм это не ставропольская 50 рублей килограмм нет не рискну если ты возьмешь попробуешь и расскажешь мне потом вот каких только нету от дешевых до недешевых такие вообще первые сорта муку я всегда такую беру нормальная мука 49 рублей дамы и в магните все набрали да да она намного дороже в два раза почти у велка 89 ну тоже хорошая я не понимаю в муке шоу это мука на и в африке мука так пряники вот я недавно брала что нибудь такое печеньку покончить возьмем и все хотя вечером 7 или конфетку что-то одно давай наверно конфетку конфеты на зачем открывать так первый пакет пошел мой тоже пошел не не вижу вчера ходил пошли девки к матери пошли 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 перепутались что ли пойдем пойдем к матери у матери истерика пойдем ты посмотри их не утащишь поросят пошли бегом 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 пошли 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 бегом где нашу строчки вот такие штырочки у нас сейчас прицепим поле в поле уже которые сожрали давно так стоять стоять пошли девочки сюда подальше от матери чтобы не попутались пошли все я управилась у нас сегодня ветрище я вам скажу у нас даже прохладненько прохладненько с утра я даже вышла управляться замерзла замерзла ветрище ветки падаю че убирала двор чего не убирала можно заново чистить орех падает орех не очень скажу вот это хороший это гнилой скорее всего сейчас посмотрим расколупаю да этот нехороший он еще не это не дошел же не вчера раскалывала не не то вкус йода присутствует он говорят полезен надо будет убраться сегодня у малышей обязательно смотрите сколько листовый ужас буквально несколько дней назад все убирала у малышей убрать переставить их подальше на свежую травку тут все почищу тоже и это дать им походить по двору интересно посмотреть спрятались паразиты мои сейчас вас буду кормить убирать вот сегодня у нас воскресенье в 15 часов я не ошибаюсь надо одну стирку мне еще закинуть и и и рубашки не постирала школьные завтра в школу вот один день выходные пятишек это вообще безобразие девочки это безобразие это очень 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 мало потому что я знаю что по субботам учатся единицы чуть совсем освещение тут никакой лампочка перегорела мне удаляем пачку крутить всем привет смотри одна зараза такая залетела в дома сейчас будет не вытрепать надо ее шлепнуть дочь все шляпнула не трясись чтобы муха не упала из мухобойки дочь а до их надо вытряхнуть на улицу так чудовый кофейку надо попить там у меня уже мясо на супчик варится еще и собакам каши на лице смотри какой ветрище на улице холодина надо сегодня девочки это проверить наличие ветровочек последние колбасу вообще щелкаете как семечки заметили так уроки у нас что сегодня уроки мне интересно это ксюша я сделаю вечер никакого кипиши не был все подготовить ну ты-то молодец ты махом пришла со школой выходной ты сразу делаешь я тебе налила чай так вот я худеем по две ложки сахара уберем чтоб не мешалось места мало нам тут место мало девочки хочу дом не менее не менее 100 квадратных метров это моя мечта честное слово как вы думаете она осуществима я думаю что да очень-очень недолго нам осталось до покупки дома я надеюсь но не в этом году это точно 25 год решающий а тут осталось фигу фига себе какой крепкий кофе ты еще тупишь у меня сидишь на ходу убираем в общем надеюсь что скоро когда-нибудь мы купим дом вот вы об этом узнаете сразу как только мы его купим когда-нибудь купила евгеш проснулась евгешенька я снимаю золотко моё сонная металленькой короче сегодня готовимся к школе так ну ка стоп мы даже не успели отдохнуть вчера тем более вчера еще у нас уроки были спеть найдите он не отдыхает да очень неудобно да то что ребятишки учатся по субботам блин я не знаю такой такой наверное в краснодарском крае девчонки пишите у вас тоже так же потому что я у меня сибири уезжали уже в субботу уже не учились девчонки так мы еще и в Денской в субботу не учились да мы же год в Денской прожили и уже не учились да по субботам а сюда приехали мы в шоке что тут учатся так стоп Лехина сообщение прочитаем доброе утро еще проснулась ох у нас сегодня насыщенный такой день получился вообще а почему получился он еще не закончился у вас время по нашему десять у вас два вот такой вот у нас сегодня завтрак просто перекус все равно детей с утра заставить позавтракать это просто светка и поставить что-то горячее есть с утра это ужас конечно мы варим каши утром перед школой они у меня обязательно завтракают хотят не хотят гундят они не гундят я их заставляю потому что в школе то едят то не едят не пойми что в этом году еще вообще питания не было но оно будет дети будут у меня обязательно питаться правда столовая капец обед сейчас стоит 110 рублей по-моему а вот и посчитайте шесть дней в неделю это у нас что шестьсот шестьсот шестьдесят рублей в неделю получается вот но не у всех будет обед будут завтраки блин нож тупой лёха уехал сразу все тупое стало это что такое у кого-то завтраки у кого-то обили все по-разному короче но питаться дети в любом случае будут льгот у нас нету здесь у нас льготы в Сибири вот быстрее бы уже купить дом скажите мне и оформить нормальные льготы все так кисуль ну не 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 мой дорогой не я тебя сейчас накормлю отдельно не вы же даже чай попить спокойно не даете два бормута давайте вот буквально четыре пять дней назад покупала палку колбасы в этом вон назад в доброцене папа может мы постоянно берем все палки нету да что для детей палка колбасы я им что кусочки подсчитывали что ли сколько хотят столько едят они дети подростки это вы знаете это же вообще они вроде поели пообедали хорошо кротненько проходит полчаса они уже в холодильник лежат почему-то у меня еще стол шатается сейчас свалим супчик рубашки ваши закинула стирать смотрите что еще нужно закинуть стирать потому что это потому что завтра в школу один единственный выходной как мне это бесит а у лёхи в сибири друзья пошел снег представляете обещал снять видео не знаю снимет не снимет ну я доброцен с надеждой потому что у меня закончился фарш у меня закончился порошок я большой мешок тайда брала два месяца назад вот на два месяца мне хватило 6 килограмм по моему там было за 700 с копейками вот ну короче надо сделать много много покупок потому что начала мышь вешаться я так знаете колбаска срок только подкупала да и все толком ничего не покупала мясо не покупала а ну кости один раз собакам еще докупала вот считай лёха месяц назад уехал мы холодильник затарили мясом и это у нас все было курочку пару раз покупала все вот надо будет это сделать покупки нужно купить мясо нужно купить моющие кое-какие да для посуды мне закончилось будет большая большая закупка но этот ролик уже будет не сегодня а завтра вот сегодня не войдет эта закупка в этот ролик потому что ну большой сильный ролик получится и уже и уже поздно мы поедем в 6 часов а я до 6 хочу ролик выпустить я сейчас пока мне там мясо на суп варится обязательно жидкий супчик сварим потому что что то мы это обнаглели последнее время то плов то еще что то что то суп давно не варила надо супчик жиденький сварим супчик и пойду с утятами разберусь вот переживаю что стало холодно как бы они у меня блин не замерзли вот как то так еще еще у нас планах а еще надо пойти ксерокопе твоего паспорта ксения сделать но это я наверно только завтра пойду да завтра пойду сделаю что тебе надо вот скажи мне вот что ты обнаглел уже ты у меня готов последний кусок забрать ну вообще он такой наглый Женя ты его разбаловала все больше нету все где твоя миска ты почему пришел сюда да такой наглый капец красавчик такой стал да красавчик вообще симпатичный кот да ты красавчик мой красавчик да я скажу красавчик да не пятница не пятница не пятница суббота не суббота выходной завтра не выходной Ксюша садится и делает сразу еще и не заставишь я я всегда ругаюсь я говорю поешь сначала потом делай нет она пока не сделает она уроки не садится делать забери своего красавца блин да галюзи твой ребенок да морчалка морчалка рыжий где не знаю я бы его тоже доцелула ты его тоже любишь да я всех люблю поменяла девчонкам чехлы стекла на телефоне теперь телефончики как новые терпение тут все я устал прикольный такой чехол все телефончик как новый да да ой ну шо сидеть надо делать дела пойду в ограду надо костно поить и это самое с малышами разобраться переживай что они замерзнут надо сухую подстилку им там поменять они там по нагадили надо сделать сделать а это у Ксюши такой чехол а че сразу я девочки стоимость 150 рублей на зоне заказала красота дешевая сердито ну и стеклышки тоже поменялось чтоб это чтоб нормально смотрелось а то были такие зачуханные грязные как будто бы сто лет этим телефоном он да он у нас кураганище перчатки он со стола улетели посмотрите сколько орехов она падала еще больше ужас ужас вообще ветки орехи листва красота неописуемая орехов тьма недоспелы они еще еще не очень вкусные пускай метет потом ветер стекнет порядки наводить я тут переселением порядками занимаюсь стаивала им поилку большую маленькая им уже не хватает мамку выгнала то ничего не дает делать дай такие шустрички уже я скажу шустрички хорошенькие сейчас все напоминаю там все сыром все чтоб сухо на ночь было дилов на десять минут Миша ты что тут делаешь свеженького старая я выгребала и вижу что будет сухо а то замерзнут детки ну и все и наверное на свежей траве поставлю мести тут смысла нету так теперь вас надо в ящик всех пересадить паразиты да пойдем в ящик пойдем не бойтесь да пошли это да пошли это это не они антистресс мой давай и что за вами тоже бегать буду за вашей мамашей нормальный твою мать да не орите вы идите туда колопыши сраные ну и что такое что такое ну один беленький всего все цветные завтра хочу парочку уже больших селезней убрать молодых которых все уберем посмотрим сколько весом у меня весов нету надо будет это добраться не хоть дешевенький посмотреть все чисто сухо сейчас вашу мать поймаю мать вашу вашу мать что творится ужас ужас так все пораздуло так домик надо тут наверное нет не буду Женю звать сама груши падают и падают падают и падают это мы готовимся к вывозу мусора это мы готовимся к вывозу мусора Ксюхай иди помоги мне мамашу поймать ай поймать не могу все есть пить поставила большую сегодня вот такую чеплашечку поставила пить все реже бегать сюда на свежую травку сенца сменила красота осталось только мать поймать Ксень короче ты ее узнаешь из тысячи ну там никого во дворе и нету вон она одна безхвостая вон она белая белая да у нее хвоста нету а я ее ловила ловила схватилась за хвост и он у меня в руках остался ну я что сделаю то не знаю она же сидела месяц целый на яйцах конечно у нее сейчас все слабое еще не откормилась весь хвост в руках у меня остался сейчас Ксюха сделает свое дело аккуратно Ксюш ты что творится ай кошмар сейчас я на тебя ее они без мамки замерзнут надо тоже в сетку ее давай 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 тут тоже вон веток по наломало давай давай кш 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 ну ты не нормальная Мы же тебя к детям хотим. Давай, лови, Ксюха. Я в тебя верю. Осторожно, не убейся. Лови, лови. Она сейчас уйдет в чужой сарай, откуда пришла. Лови, 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 лови. Все, пошли в сетку. Крепко держи, Ксюша. Пойдем. Профессионал по отлову. Ты позвали, сколько орехов понападало. Я так переживаю, что этот орех нам на голову упадет. Это будет ужас. Он же старый-старый. Давай, я подниму сетку. Подожди. Подожди. Давай. Все, все, все. Истеричка. Все, пошла сразу детей проверять. Все. Все. В общем, все. И на этом все. Буду сейчас собираться в магазин. Ксенька, ты под этим орехом не шарохалася. Ты его прямо аж вот так, вот вправо-влево. Убьет нафиг. Ветер-то вообще какой страшный. Пока-пока. Ты смогла... Да, я смогу. Включаю. Тиолетовую маню. Вы сумасшедшие дети. Ну, что, нельзя было потом открыть? Ну, не открывается. Я сходила немножко, девочки, в магазин. Чуть-чуть. Чек на пять тысяч. Давай, Светуля, выкладывай все на стол. Там, где-то в каком-то пакете есть эти... Чек-чек. Чек-чек. Да, чек-чек-чек. Чек-чек-чек. Светка, ну-ка не корчись выделываешься. Рис. Как всегда, вот такой вот. Это доброцен. Две пачки риса. Одинаковые? Три шоколадки по 54 рубля. Россия. Печеньки. Девчата любят такие печеньки. Уже сто лет не брали. Печка. Так, не надо так делать. Так лопнет, и все, пакет. Сосиски. Потом, может, сосиски в тесте сделаем. Да, затарились так, чтобы долго не ходить. Мы желаем кишки. Как всегда, папа может? Это Женя. Это Женя заказывала, да. Персональный заказ Женин. Гигант. Срок плавленый. Это Женя. О, да. Это Женечки нашей. Ролота. Это, я знаете, что взяла, девочка? Суши сделать. Суши? Да. Давно уже не делали. Я недавно об этом делала. Это же каши, да? Да, ну я маленечко по крупам позатариться. Да, да, да. Это пшенка твоя любимая. Да, я так и так думала. Только почему-то ты никогда название не запомнишь. Пряники. Пряники Жене понравились очень. Тю, Света на выходных привозила. Они слупились только так. Это конфетки тоже. Женяй. Вкус имбиря, шалфей, витамин С и эвкалипт и ментол. Это твой любимый набор, доча? Вот это мой любимый. 200 с чем-то рублей килограмм. Сейчас по чеку пробежимся, скажу. Женьке очень нравятся такие. Шоколадные брать не стала, Света, потому что еще шоколадные там с прошлого раза остались. Хватит пока. Это тебе, Женя. Они соленые, нет? Я не знаю. По-моему, нет. Макфа. Это все-все с одного магазина. В других я не была. Как что я люблю? Спагетти, да. Ну, я сразу всего закупилась, чтобы не шастать по магазинам потом. Чтобы впрок был этот. Порошочек взяла сразу опять такой же. Брала два месяца назад. Нам на два месяца хватило. 5 и 4. 700 с чем-то рублей. Сейчас я скажу. Это я, девочки, купила себе. 134 рубля три пары. Качество вообще бомба. Мне нравится. 134 рубля три пары. Надо было, блин, две взять. Опять денег пожалела себе. Такие прям классные. Так. Этот фрутиз. Вот это в него помещается уже. Да. Ну, давайте продукты прибирайте по местам. Крупы аккуратно составляйте, где надо. Сорти беру, потому что... Потому что ферри, блин, дорогой. Это красивая беда, немного остренькая. Да? Вот это вроде... Это зубная паста. Так. Ну, в общем, девочки, вышло на 5,698. Что-то, конечно, это... Написано, носки мужские. 134 рубля. Тени, блин, мужские, нормальные носки. Прикольные же, Жень? Да, нормальные. Эти по 44. Это сортини, помню. Ой, это то, что у нас. Это пряники, которые это... Съела я. Которые ты одна съела, да? Тебе цвета привозила нам пряники на выходных. Да, да, да. Да, и тут тоже носки мужские. 134,90, блин. Так, что у нас тут? Гречка по 44, рис по 95, печеньки по 179. Ну, там целая большая упаковка. Тын-дын-дын-дын-дын. Белизна. 73 какую-то взяла белизну. Ни разу такую не брала. Гель. Это унитаз, знаете, чистить. Там этот поддон, ну, душ, душ мыть. Пряники такие. 103 рубля стоит, дочь. Для посуды. 184 рубля. Большая. Мне ее надолго хватает. Это я вот покупала. Последний раз еще Леха дома был, когда приехал. На пару месяцев этой бутылки хватит. Так, шампунь, фрутист, девчонки, утащили. 349,90. Но там 690 миллилитров. Огонь. Огонь. Вот. Сырок плавленый по 45, батон 50. Палочки по 44, самые дешманские. Сосиски на 211 вышли. Колбаса на 269. А, нет, 269. Это килограмм 362. Я просто говорю, какие у нас цены, чтобы вы знали. Может, у вас это. Порошок 739 рублей, 5,4 килограмма. Ну, тоже нам хватит его на пару месяцев. Вот. Мясо на 1400. Почти полтора тысячи вышло мясо. Тут на фарш у меня и один кусочек антрикот. Пожарить ребятишкам. Вот. Ну, вот такие вот у нас покупки. Вот такие. Сыр творожный 144. Это мы взяли на эти. Скажите мне. На-на-на-на-на. На суши хотим. Как-нибудь сделаем суши. У нас там почти все для суши есть. Купим только эту. Рыбку соленую. И все. Так что вот так вот мы немножко затарились. Теперь по магазинам ходить долго не буду. Как-то так. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Что ты там нюхаешь? Рыбой пахнет, дай. Все, закончила наконец-то. Это у меня костная какая-то мясо костное и рыбная бука пограбила. Все поскладывала, ячмень, кукуруза и пшеница. Тут большая часть кукурузы. Это яблоки для утон, чтобы они пожирнее были. Но это все, я думаю, последний раз молим и уже скоро убирать птицу будем. Оставила немного кукурузы цельной. Это козья овес. И немного ячменя козья. В основном она у меня овес ест. С отца у нее прям хорошо это молоко. И взяла еще вот такой сегодня мешочек. Этот, скажите мне, как он, блин, называется? Старт, старт, старт. Это вот малышам. Ну, тоже еще вот недельку. Как кончится, короче, больше брать не буду. Буду мелкой дробленкой кормить. Вот, как-то так. У нас продолжается ужасная погода. Смотрите, сколько веток. Орех. Орех можно собирать смело. Но пока мне не до этого. Ребятички будут орех собирать. Да, Мишанечка? Да, моя хорошая. Вот. Ветер дует, и дует, и дует, и дует. Ураганы. Вот они мои, клопаши сраные. Шуай. Я им уже сегодня, кстати, дробленки дала, посмотрю. Будут есть, нет. Смотрю. Так что, делаем дела потихонечку домашние. Ну, часа полтора, наверное, я с этим всем провозилась. А эту мясокосную муку буду добавлять помаленьку в корм. Все, наверное, на этом сегодня. Встретимся в следующем ролике. Не забывайте ставить лайки. Пока-пока. Всем привет, друзья. Перед началом просмотра ролика хотела бы отдельную благодарность выразить от нас, от нашего бабьего царства Марии Владимировне, которая нам регулярно подкидывает денюжку. Спасибо вам огромное, Мария Владимировна. Огромное спасибо за ваши хорошие комментарии, лайки. Нам это очень важно. Чем выше активность на видео, тем больше мы заработаем денег. Поэтому всем огромное спасибо. Всем доброе утречко. Хорошо. Ты сегодня сладостями, да, с утра заправляешься? Ага. Я прокараулил этот момент. Уже из шоколадка в ход пошла и печеньки. Утюрлот съела? Утюрлот съела? Утюрлот съела? Утюрлот. Я ничего не ела. Ничего не было? Мне показалось, да? Угу. На улице вообще дубочина собирается. Дождик вроде бы пойти. Я уже даже оделась, потому что холодно. Сейчас пойду управляться. Ну да. Надо пойти мешки затащить в сарай. Я их вчера посвязала, так и не это самое. Не прибрала, скажем так. Вот. Но я не думала, что дождь пойдет. Потому что посмотрела еще по погоде. Будет дождь? Нет. И завязала их и оставила. С зерном в смысле. Вот. Ну там козырек небольшой, поэтому я нету. Спина капец опять болит. Чуть-чуть поволокла вчера мешки и все. И спина болит. Ужас. Ужас. Пока я с козами управляюсь, у меня тут побег. Ящик видать я сдвинула от короба. И они у меня сбежали в щель. Конечно, сдвинула. Смотрите, какая щель. Ну и что? Ну-ка, прям растут на глазах. Ну, слушайте, смотрите, не стали они дробленку толком есть. Что-то помешаю ее с этим, с комбикормом со стартом. Вот они они, вот они, вот они. Красавчики мои. Сейчас будем вас тут кормить, поить тоже. Давайте, давайте, все к мамке. Они выходят, заходят нормалеками. Ничего, зато тут намного им безопаснее, чем в общей массе. Там бы их уже затоптали, потому что у меня были потери. Утки большие затоптали малышей. Немного, но тем не менее. И надо посмотреть, у меня там еще одна утка сидит. Кстати, пойдем посмотрим. Вот она еще, красавица, у меня сидит вся в пуху. Да? Давай посмотрим, что у тебя там, бешеная женщина. Сейчас она будет у меня кидаться. Ну, у нее немного икс. Ну, 3, 6, 9, 10, 11, 12. Ну, я думаю, что не все вылупятся. А может и все, бог его знает. Все, я не трогаю тебя, сиди. Мне просто интересно, когда, когда, когда это будет. Ладно, не делись, все на место положено. Я посмотрела, нет тресла. Крышу снесла тебе. Мне же надо знать, когда. Уже пора. Да ладно, не ори. Твои, твои дети, твои. Все горячие. Хорошо греет. В ящике ей тепло. Ладно, не будем эту дурочку бешеную беспокоить. Пускай сидит. Остальные яйца я все нафиг убрала, потому что не надо мне больше. Хватит уже в этом году. Достаточно мяса. Все, хорошая ты, мамка, хорошая. Сиди. Поди бешеные козы. Сейчас едите же меня, паразиты. Быстрее. Они думают, что это молоко, но это не молоко. Вот пока этой бурды я им не дам, они мне ничего не дают делать. У меня жир, как резаные. Да, поросята мои? Ой, как вкусно. Вода. Это теплая вода. Обыкновенная. И две капли молока. Все? Все хорошо? Жизнь прекрасна, да? Это мы убираем. Очень удобная чеплашка. Она была предназначена для дойки, но получилось так, что для козлят. Да? Ваша миска. Все, свободны, девочки. Свободны. Так, ну что, я вас тут немного побеспокою, да? Давай коты, наверное, в ящиках загоняй, мадам. Здесь у меня целая аптечка. Потому что нужно вам налить воды. Уже это легко и быстро не сделать, потому что не проливай-ка у вас здоровая. Оба-на, оба-на, побежали, побежали, побежали. Куда побежали? Красота. Давай, 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 все к мамке. Вот так вот кучкой. Их далеко отпускать нельзя, она их сейчас уведет. Нет, 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 ты туда не пойдешь. Нет, 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 нет. Нет, мадам, нет. Нет, ты их в прошлый раз увела, я вас ловила неделю. Не, не, не. Сколько ветром нападало опять игруша. Домой, домой. Домой. Они не лежат, они гниют. Они еле не очень хорошие, но они гниют. Ни одной груши не съедим. Водичка теплая. Никакой морозантовки не добавляем. Помоем. Не-не-не, она их уводит. Да посмотри, что делает. Старь. Оставался. Сполоснем. Обязательно сполоснем. И в недоеденную хоризонтену выльем. Потому что Оставили меня без цветов. Так, наливаем. Оставили меня без цвета. Оставили меня без цвета. Такая водичка. Повозьмем. Повозьмем. Добрый день! Где у меня остатки? Вот как раз осталось пару миллилитров Чего, не получается у тебя сбежать? Все Это в помойку Это попить Большую кормушку не ставлю, потому что нафиг переворачиваю Все-таки, наверное, придется поставить им этот санбекор Не едят они его У меня тут целая птичка Оставила козе Не знаю, видно, не видно От всех паразитов Альбен для птицы Обязательно Чтобы перед тем, как рубить Все было чисто Гладко Вот Пойду-ка высыплю эти Курям Не едят еще Рано им Большую Большую не буду кормушку ставить Они ее переворачивают нафиг Она как неваляшка у меня Не нравится мне эта кормушка Надо бы другую купить Ну уже Ладно, в этом году Пойдемся так Баночками с кляночками Так Это выкидываем в курям Так Так, немного тоже не буду насыпать Потому что Стоит Под открытым этим небом Дождик обещаю Все Это в гараж Ничего там в сенках делать Все, мамаша, давай домой Давай, давай, давай Так Сейчас я с птицей со всей разберусь Мешки буду перетаскивать В прошлый раз писали Лена, почему ты в гараже не молишь? Потому что там все заставлено сеном А удлинитель у меня вот только до сюда достает И все Поэтому где он у тебя? Два 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 Как раз Половине и надо Здесь литров В общем Витаминизируй все Огурчики Огурчики Девочки Не смогла я достать пленку из-под сена Леха оказывается На эту пленку На нашу большую Наложил сено Представляете Там 40 тюков блин Капец Сегодня накрывала на ночь этим Скажите Блин Ведрами 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 Склянками Все что было Сейчас все поубирала Ветер чтобы не разлетелось На ночь опять буду накрывать Потому что Скажите мне Холодно Капец Капец холодно Вот они уже Типа даже пытаются цвести Но Им холодно Сто процентов Ну я думаю все равно что то Что то будет из этого Ну это первый и последний раз Второй урожай я ни черта сажать не буду Огурцы буду но чуть чуть пораньше Я сажала чуть чуть пораньше Но они у меня сгорели Вот еще в чем вопрос Обнимаешься с ними да Ты ласточка Все Сейчас за тобой приедут Ласточка моя Ну ка убери вот эту веревочку Не дай бог сожрет Все Девочка Последние видео с нашими девчонками Да Красавец Такая такая Вот это вообще красота Она такая спокойная Это не Она бешеная Вся в мать Она прям реально бешеная Она дурная У них разный характер Хомячки мои Хочешь обнять? Обнять хочешь? Ну иди обними Эту я вообще прям люблю Она такая хорошая Да послушная Ее зовешь ей сразу Ошейник одела Она пошла со мной Как ручная Она бешеная Да Ну у них разный характер Ну разлучать их тоже нельзя Они Когда друг друга не видят Они кричат как сумасшедшие Мне очень их жалко Девки вымыхали хорошие Да Ну весной будут Будут новые Девки Надеюсь что девки У нас же бабе царство Да? Морда грязная Ты зачем землю жрешь? Глупое животное Вот она надутая Смотри она наелась Уже и овес едят И все едят Едят как поросята Да? Красота Добрая Ну и поют Ну и поют Лизу поесть мам Ну да поесть Конечно им надо всегда жевать траву Они очень хорошо Вот эту даже сухую траву Они все это скашивают моментально Вот сегодня это все будет чисто Вот где они стоят Все-все чисто будет Я с участка на участок их передвигаю И мне косить не надо Это хорошо Все девочки пока Очень-очень жалко с девочками расставаться Но я так думаю что это правильное решение Ну что делать вот честно Ну куда такая толпа в таком маленьком сарае Ну что а ты то что у меня Что? Главное чтобы эта мадам сильно не заскучала И молока не сбавила Ну она переживать я думаю будет Ну ничего Не она первая не она последняя Очень жалко Ну кто то говорит руби на мясо Я не знаю я не смогу их есть честно Я ела если честно козлятину Ела пробовала Мясо оно и в Африке мясо Но девок моих мне кажется я не смогу есть Поэтому мне очень жалко Я их кучу отдам Потом будут хорошие дойные козочки Вот такие пироги Идем в МФЦ Пришлось дома все дела бросить Делать пускенскую карту Ксюхе Ксюха недовольная что раньше времени не пошла Ксень бога молись Витрина так у нас и не кончается нифига Цветолочки смотрите какие тут соседи Красотища Идем сейчас быстренько оформим И побегу обратно домой Успела только управиться короче Даже еще обед не варила Надо мясо перекрутить Обед сварить Вот Приедут сегодня козочек забирать Продаю козочек Должны сегодня забрать короче И все мне полегче станет Перед новым потомством надо немного отдохнуть Потому что Ну заносилась я уже с ними честное слово Вот Все дай бог сейчас заберут И усел Коза правда Наверное будет переживать Орать Ну что поделать Ничего не поделать Дура да? Дура сговаривает Оказывается я не нажала на кнопку снять В общем Какой то толк от этого хозяйства Уж должен быть Правильно Хоть окупить сено Потому что сено мы закупились очень много В том году нам не хватило Мы были в шоке что Коза много жрет В положении Вот Поэтому в этом году закупились так Чтоб проблем с этим не было Ксюх ну не убегай далеку Я в предпрышку за тобой бегу Поэтому А весной будут новые козлята Неизвестно сколько их еще будет Два Три Поэтому это мне будет очень тяжело И сарай будет очень маленький Не факт что мы уже там К весне отсюда переедем Все может поменяться в последний момент Может еще целый год будем жить в этом доме Ничего не известно Я ничего никогда не загадываю Поэтому Надо их продавать Продаю сразу двоих Потому что они по одиночке будут скучать Им будет совсем плохо Мне жалко Они друг без друга очень кричат Коза покричит маленько да перестанет Главное чтобы ураган избавило Смотрите что творится у нас Просто ураганище Это же ужас вообще Скотчем скотчем мы В МФЦ сейчас сделаем эту карту пушкинскую И я быстренько обратно Надо мясо крутить Надо готовить Короче дома всегда дел полно Это так кажется что дома сидишь ничего не делаешь А на самом деле Всегда дела найдутся Сегодня буду супчик с фрикадельками варить Твой любимый Посмотрим что еще буду готовить Даже не знаю если честно Тевтели давно не делала Может тевтели сделать Смотрите грецкий орех везде валяется Он так и будет до следующего года валяться И никто его собирать не будет Потому что он нафиг никому не нужен По сути Это мы дикари Живем все подряд Потому что мы сибиряки А тут это никому не надо Нет, некоторые собирают Продают даже Вот Но он почему-то гниет постоянно У всех Смотрю Смотрите какая красота Сегодня 17 сентября Цветы Цветы, цветы, цветы Вот там смотри нас собачка встречается Смотрите сколько ореха нападало Ну это ветром нас сбивало Смотрите он весь гнилой Море, море Все, дошла я до дому Ксюшка сразу в школу пошла Зашла в магнит Курицу то я не покупала в последней распаковке Не стала целиковую курицу брать Взяла голень и бедрышки Короче, поняли вы меня, да? Так, взяла Попробовать Nescafe Gold Потому что у меня цена на кофе ушатала 700 рублей 200 грамм 210 грамм пакет Мне аж бесит это Вот бутылку масла взяла По акции по 79 рублей Пойдет нафиг Вот, взяла наше любимое тесто Давно такое не брала Я в последнее время постоянно брала В этом, скажите В чижике В чижике, да? По 50 рублей И взяла светульки вот такие вот Пожарить Света очень любит такие штучки Рыбные Никто бы уж кушать не будет Только Света Я тоже такой не ем Все, девочки, все И больше ничего Это у нас стоит 299 рублей Попробуй зайдет Он у меня нет Раньше я постоянно его пила Постоянно Но потом Не знаю, почему я на Якобс пересела Он дешевле, конечно, порядком, чем Якобс Ну посмотрим Сейчас, кстати, налью, попью В общем, ну все, друзья На этом буду заканчивать Буду сейчас готовить Это тоже буду, кстати, снимать Сейчас сварю супчик с векодельками Сделаю с этого тесто слоеного пирожков Вот Ролики у нас теперь часто на Адзе не выходят Заметьте, кстати Не забывайте ставить лайки Пишите побольше комментариев Вообще, чем больше активности Тем больше вы заработаете И в конце сейчас видео привет Будет от Лехи из Сибири Оператор из него никакой Извиняйте, но что есть, то есть Все, всем пока До нового видео Привет из Сибири Где он? Вон он Опять летит Аист Пролетает Попытаюсь Аиста снять Вон он Полетел Не видно Вон он Полетел Аист Музыка Устана Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Всем привет! Добро пожаловать в Казахстан! 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 мы не бесплатники и не первой классики да поэтому дети у меня ходили но они обязательно завтракают я не пыхтят скрипят ругаются это я не буду я есть не хочу я туда заставляю съесть что-нибудь хотя бы одно яйцо хоть что-то и чай попить бывает не доглядишь света может печеньками с утра накидаться это может все еще и шоколадкой прикусить женщина у тебя как дела ты кушала доча сможет мне два яйца в тарелочку положить разбить смысле и взболтать тушь а зачем два одно одно доча нет 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 это не то это яйца наших кур я их пока не трогаю да вот это вот одно яйцо да взболтать чтобы смазать я не знаю я проглистогонила прошло два дня и мне интересно можно яйца то есть а вот что а то может нельзя может быть яйца можно да дочь да это я новый тазик купила по 48 рублей не показывала кстати потому что что нибудь просто пластиковые тазики потому что приспичит он что-нибудь фарш крутила а у меня таз здоровый и неудобно вообще любить тазики девочки все пять минут и все готово чайчик на один раз попить я не буду я не ем почти стараюсь и последнее время с рациона я убрала картошку раньше мы очень сильно баловались жареной картошкой почти каждый вечер заметили что жареной картошки нету вот и благодаря тому что вы перестали жарить картошку вчера ваша мама наконец-то начала строение заказала весы завтра придут весы обязательно взвешиваю и скажу на сколько килограмм я похудела на минуточку в апреле месяце было 75 килограмм мне кажется десятку девочки я скинула может быть ошибаюсь но килограмм 8 точно вам же прислала мария на вкусняшки а девчонки заказали себе настольную игру все это чуть-чуть люди захотели то и получили очень крутую очень крутую да очень крутая ты мне кисточку не принесла неохота вставать честное слово а смазывать я как буду ваши порошки да ты вот это все у нас все аккуратно браками надо вам купить новые какие-то домашние шорты это не делаю они у вас растянула цветка и ребенок это чудо перед так что вот такие вот дела друзья все козлятки уехали наконец-то это они наконец-то получилось слойки ленивые пирожки очень даже вкусненько и быстренько вообще нормально нет вот прям у морды в чашке вот и вот где порядок будет в этом доме жизнь ты деваешься что ли я его отсюда постоянно гоняю постоянно тут все это полотенце меня ой простите разбудила царя но это уже сверх наглость ты понимаешь нет вообще обнаглел рыжий у тебя есть совесть а не джейн это не дело но мы тут чай кофе наливаем блин ну это свинство это не подушка у нас нету место у нас это стол понимаешь нет вообще обнаглел вот и так и за дня в день и за дня в день я его гоняю жене ему все разрешает кошмар вообще выгода из меня веревки вьете все давай убираю отсюда вот он результат уезда козлят да дорогуша сломала шеферину а вот так вот у нас некоторые ночуют которым плохо крылья подрезали может быть вообще пропустили не подрезали их три-четыре штуки на крыше всегда ночует да коза конечно в шоке сегодня я тоже потом как я этот сарай ремонтировать буду я не знаю такой здоровенный кусок от от ламины рогами завтра начну потихоньку птицы убирать большую от самых жирных выберу самых здоровых такие чтобы не меньше трех-четырех килограмм были ну ты тут здоровенный еще парочка таких есть вон идет здоровый черный какой хороший эти утки намного крупнее чем в том году видать потому что кровь помешали там тоже коричневый здоровый здоровенный какой коричневый сидит на улице темно но нам не страшно мы идем посмотреть это живые они не живые до яйца как правильно говорится над прикрой а то сейчас сразу стада полетит они все он туда ушли теперь козлят нету им свобода давай я открываю ты достаешь меня уже поклевали вчера вот тут еще утку есть прикинь опа опа вон она она о да нам надо фонарик подожди а я на камере тоже ну и чё показывает вот это живое суши я не могу вытаскивать я же снимаю одной рукой держу крышу чтобы она не уехала и 12 штук на 12 штук их я днем попыталась посвятить не видно нифига но вообще это блин прям будто они мне не в тему мнение не нужны живое вот это вот ой это что за пузырь воздушный это плохое хорошее хорошее смотри она сарай ломается он шевели я не вижу что все а вижу 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 так это уже скоро вылупляться им слушай да они уже готовы слушай хорошие тоже живой живой хороший да я вижу вещь днем вообще невозможно было посмотреть пустое все пустые сразу убирать живой живой на твижи почему позже пожиже там это прям вот-вот да там прям видно утят ебте мать а это что за пузырь воздушный воздушный пузырь это цыпленок еще до конца не развился видишь тоже позже будет они так и получается что день-два позже это и чё 3 неживых что ли живую суши ну-ка дай-ка посмотрим ну вот одно пустое это да ничего нету а это и это такое вообще пропало немножко а это они уже тухлые сто процентов давай это выкину вон она стадо моё по сбилась в кучку замучаюсь я их убирать работы мне теперь с этими утками будет тьма так а надо так выкинуть чтобы не это я вон в мешок сейчас выкину все пошли чай пить вот